Я не выставлял это видео несколько месяцев, потому что ждал назначения боя, который назначен на 1 декабря. Уже в этом году в Квебеке состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC с Адонисом Стивенсоном. А наш герой Александр Гвоздик. Смотрите, лайкайте, задавайте вопросы. Саша побеждает и становится чемпионом мира. Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Три бои и три победы для Украины. Два Александра, Усик и Гвоздик сделали еще один подвиг. Поехали. Привет, друзья. Сегодня у нас необычный выпуск с бегущего банкира. У нас в гостях обладатель фотки с айронменом Андреем Анистратом, чемпионом мира по версии WBC с Александром Гвоздиком. Смотрите до конца, мы разыграем перчатки с подписью чемпиона мира. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Из всего понял, что ты получаешь американские документы и собираешься двигаться по американской линии. Пойдем. Да, ну, неплохо бы было. Не так-то и плохо там, на самом деле. Когда там чуть-чуть, ну, обрастаешь знакомствами, что-то появляется. Не, ну, Вася, например, сказал, что я не могу. Да, я могу. Да, да. Вот я хочу понять, вот чем ты занимаешься и какая жизнь там. На самом деле там жизнь, наверное, у меня такая аскетическая. Я там 97% времени, наверное, на это я тренируюсь. Думаю, там, о чем-то, о диете, там, туда-сюда. Это время провождения с семьей. По сути, какое-то там саморазвитие, бокс, книги. Это вот взялся, думаю, испанский подучить. А дети в школу пошли, в садик? Да, старший ходит уже, пойдет сейчас четвертый класс. Говорит по-английски спокойно? Да, спокойно. А что у тебя с английским? Ну, я бы не сказал, что спокойно. Ну, так уже включился. Ну, да, говорю так вот себя. Не теряюсь в этом плане там среди. А общение, друзья, там вот такое, кроме семьи? Узкий круг очень. То есть, есть один парень, который там, один из немногочисленных русскоговорящих персонажей, живущих в Оксарде. С Херсона парень. Ну, он там уже давненько лет 15. Вот, общаюсь с ним, а через него у него есть общение местные ребята. То есть, ну, я не скажу, что оно тесное, но так периодически. Ну, нету вот такой вот, скажем так, усталости от присыщенности семьей? Нету. На самом деле, вот она у меня была, когда ты постоянно проводишь большую часть времени на сборах. Вот как это было при подготовке на Олимпиаду. То есть, ты три недели в месяц, тебя нету. Потом приезжаешь, приезжаешь домой, и через деле уже хочется назад на сбор. А подготовка длится 6-8 недель? Вот сколько? Ну, так официальный лагерь где-то 2 месяца. Не, вот так вот реально, как происходит? Вот реально, реальный лагерь 2 месяца. 4 недели? 8 недель, да. Но я, по сути, даже между подготовками, я один раз в день тренируюсь. То есть, это без напряжения, без сильной нагрузки. Ты воспринимаешь это как, я имею в виду, сыном мяч в кольцо побросать, как тренировку? Или просто это? Нет, это больше, наверное... То есть, тренировка час в день, это там кросик пробежал, покатался, поехал на велике, поплавал. Ну, что-то такое, да. А ты почти триатлонист. Да не, ну они лошади страшные вообще. Ну, это же чувак из ММА в айронмен половинку делает, этот бразилец. Да я не помню фамилию его просто. Не, ну айронмен это просто сумасшествие. Ну, ну и что, ты думал про айронмен, про тренировку? Нет, я просто делал самый маленький. Там какой-то... Спринт. Спринт, там что-то плывешь 500 или 400, бежишь... Я знаю, что едешь 20, кажется, бежишь 5. И спринт плывешь 700, да. Или 700, да, 700 плывешь, это спринт. Мы говорили про Америку. И ты решил, что надо получать документы, процедура такая. Ты там что-то подал, получишь грин карту. Да, получаешь, там есть несколько этапов, нужно получать аппрувалы по каждому из них. И потом там есть такой период, когда, я не знаю, для чего они это делают, но ты должен находиться там. На месте. Ну, ты же social security получил, когда еще на первый бой шел, потому что ты сплатишь там налоги. А сколько ты по прошлому году заплатил налогов в США? Я плачу немного, потому что я очень много списываю. На тренировки это твое профессиональное... Я списываю все, конечно, все, что можно списывать. А сейчас дом, который ты снимаешь, сколько ты за него платишь? Ну, по кругу трешка мне выходит. Ну, это достаточно высокого качества для Калифорнии. Боевая твоя, боевой от вот этих восемь недель, что это за тренировка будет первая 12-часовая? Ну, скажем, я пойду делать работу с тренером в офис подготовке. Это может быть какие-то элементы кроссфита. Это, если это еще долго до боя, это может быть какая-то там тяжелая атлетика. То есть, ну, если тяжелый атлет, то, конечно, для тяжелого атлета это смешно будет. Смешно, да. Ну, для меня это тяжелая атлетика, да. То есть, я делаю базовые упражнения, там, приседания, основная тяга. Сжму я 130 килограмм на раз. Сколько раз? На раз. Ну, смысл, на один раз? Да, на один раз, на свою работу где-то, вот, у меня последние, ну, 100-110, это на 5. Сколько ты подходов делаешь? Делаю обычно 4 или 5 подходов по 5 раз. Становая на раз 160 оттянула. Приседаю очень слабо, у меня приседает. 105 килограмм. То есть, по сути, мне кажется, люди должны приседать гораздо лучше. Ну, в принципе. Техническая работа в перчатках, с грушей. Вечером это все происходит, потом я иду вечером, это спарить. Нет, подожди, до вечера еще не дошли. Я просто спросил, бывает ли такое, это днем. Нет, днем такого не бывает. Днем это обычно какая-то физическая работа. Кардио нет? Кардио, потом я в таком режиме не работаю все 8 недель, он постоянно меняется. То есть, в таком режиме я работаю 4 недели. А спринт где я делал, в Америке или в Украине? Что делал? Спринт в триатлоне. Нет, там, ну, делал, получается. Ну, я опять же, я сделал тоже по-хитрому. Я делал его в ластах. Поэтому, не считаясь. Все очень условно. Во-первых, в триатлоне как-то выскочил из воды, мне нужно бежать быстро на велосипед. Да. Я это делал максимально быстро, но я на это все равно получилось 5 минут. Да, да, около 6, то есть, я вышел, это раздевалка, то есть, быстро вытерся, там, туда-пока, туда-сюда, да. Просто в режиме футбол тренировки, кардио. В режиме в таком кардио, ну, я понимаю, что если топить реально и, ну, бежать хотя бы даже полу, полу-айронмен, ну, это жестко. Это реально жестко. Я просто, ну, я бегал два раза марафон, ну, это жестко. А марафон где бегал? Ну, раз в Харькове, раз на конче застык бегал. В Харькове ты марафон освобождения бежал в конце лета? Нет, не был. Я просто сам себе решил бежать марафон, да, отмерил дистанцию. А когда выходил, как бы, что в голове было? После марафона? Зачем? Нет, сначала зачем выходить? Ну, опять же, так Вася Ломаченко делает. Мы на тот момент, то есть, как бы, ты смотришь на тех, кто лучше тебя, кто добился. И явно, если он делает так, то есть, это хороший пример, что все-таки это, наверное, работает. Практика такая. Да, то есть, как сам по себе, мне кажется, марафон в боксе, ну, не нужен. Но получить за счет этого какое-то психологическое преимущество. Вернемся к американскому стилю. Насколько ты сейчас чувствуешь, что ты ассимилировался? Насколько ты вот чувствуешь себя там дома? Я себя чувствую там комфортно. И такой сейчас, наверное, период, когда какой-то промежуточный. Когда я уже, вроде бы, как уже не здесь, но еще не там. Там, наверное, это еще не дом. А здесь, наверное, уже не дом. То есть, я где-то сейчас завис пространство. Ну, вот когда ты летел домой сюда, ну, домой-домой. Домой сюда, да. Да, домой-сюда. Ностальгия есть? Вот куда тянет? Тянет, ну, как-то вот чем дальше, тем меньше. Потому что, опять же, что такое ностальгия? Это больше, наверное, друзья, знакомство. Когда ты только уехал, ты со всеми созваниваешься там каждый день. Потом реже, реже, реже. Потом остаются только те такие самые близкие. Соответственно, у тебя круг твоих друзей сужается. Там наоборот. Вначале ты приехал, никого не знаешь, сидишь. Потом с тем познакомился, с тем там у тебя крут. Общение расширяется. И, соответственно, все постепенно, как песочные часы, перетекает туда. А если говорить о местах в Харькове, вот, любимые места? Харьков вообще очень люблю, мой любимый город. То есть я, наверное, больше ностальгирую не столько за Украину, сколько за Харьковом. Потому что Харьков для меня как бы родной город. Я там родился, вырос. Ну вот именно, даже едешь какие-то такие... Парк Горького, Сумская. Сумская, центр, зеркальная струя. Просто едешь куда-то на ХТЗ и просто прикольно это все наблюдать. То есть это не обязательно должны быть какие-то такие красивые места, где в Харькове. И такие пролетарские районы я тоже прекрасно посещаю. Я живу на заводе имени Малышева. До сих пор район как бы такой заводской, рабочий и нормально. В Харькове тебя узнают сильно? Ну, узнают. Узнают, конечно, гораздо больше, чем в Америке. То есть если в Америке меня узнают только те, кто непосредственно в боксе как-то вращаются. Фаны там. Вот. И в основном меня узнают только либо где. На мероприятиях, на боях. Когда я пошел там на Васю, естественно, много узнают. Те люди, которые интересуются боксом. А так на улице нет. А здесь в Харькове меня узнают очень много. То есть ну ты идешь. Я даже если честно, я приехал, я такого внимания к себе не ожидал. То есть реально. Я как бы не особо активен в своих сетях. Такой, ну реально, думаю, может кто-то все это подстроил. А тешит вот тщеславие, вот самолюбие. Нравится тебе, что тебя узнают? Ну вот честно. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Ну то есть не напрягает? Нет, я больше, наверное, предпочел бы, чтобы меня никто не трогал. Я не очень это люблю. Хочу популярным языком раскрыть для широкой общественности. Потому что первое, да, как происходит бой? Гонорар тебе, гонорар сопернику. Телеканал снимает права, продает рекламу, да. Бюджет должен бить. То есть твой гонорар плюс гонорар соперника должен как-то фондироваться. Кто его фондирует? Есть тоже правило, например, так как Стивенсон чемпион, вот у нас по регламенту, сколько бы это ни было, на двоих. У нас сплит 65 на 35. То есть в его пользу, естественно, к сожалению. Определится призовой фонд. Да, определится, например, миллион долларов. То есть он получит 650, я получу 350. Ты с них заплатишь налоги по американским законам? По сути, в принципе, чтобы в это сильно, я думаю, никому не нужно углубляться, куда какие части идут, вот все гонорары, которые озвучиваются, к боксеру в карман падает половина. То есть ты раздал налоговой, менеджеру, тренеру, в зависимости от на своем шоу, то еще и промоутеру. То есть в итоге у тебя осталось 50% за то, что тебе легло в карман. То, что говорят публично. Это от того, что вот говорят, Майвезер разработал с Пакьяо там 300 миллионов. Ну, в реальности в карман, ну, конечно, у них там, они так же само, ты можешь списывать, делаешь определенные там мероприятия, чтобы сэкономить. Это официально, это, то есть в Штатах это нормально. То есть те деньги, которые ты тратишь на подготовку, ты как бы с них налог не платишь. Еду списываешь, пошел в ресторан. Я к тебе приехал, ты пошел... Нет, еду не списываешь. Хотя, может, как-то кто-то умудряется ее списывать, но я этого не делаю. Что ты можешь списывать? Инвентарь, саплименты всякие, витамины, протеины. То есть потом так называемый сервис. Это тренер, то есть ты заплатил менеджеру, то есть ты потратился. То есть ты заплатил тренеру, заплатил массажисту, заплатил, кто там еще, психолог, грубо говоря. То есть все эти затраты. Ну, там же тоже, естественно, смысл таков в этом, что я заплатил тренеру, и он с этих денег потом пойдет платить налог. А как бы с одной суммы, ну, два раза никто же налог не платит. Соответственно, они не берут с меня налог с той суммы, которую я, например, потратил, ну, вот отдал тренеру. Ну, вот примерно так. Вот это все. Украинскими мозгами сложно воспринимать американскую налоговую систему? Я думаю, что да. К этому надо привыкнуть, к этому нужно прийти, потому что даже просто элементарно ты приходишь в магазин, и у тебя лежит там какой-то продукт за 10 долларов, а платишь за него в итоге 11. Потому что, ну, это так, да, это такс. И как бы ты покупаешь машину, там, грубо говоря, если она стоит 100 тысяч долларов, в итоге ты за нее платишь 110, а не 100, плюс там еще и то, и все. То есть по-нашему это как бы так, мне, например, даже немножко непривычно. Я уже к этому, на эту систему перестроился, привык, и сейчас иду там, ну, делаю, ну, элементарно, там, хочу что-то купить, что стоит там 50 гривен, и я уже готовлю больше. А мне 50, то есть, ну, 50, то есть ровно 50, там, ну, да, 50. То есть я привык, там что-то ровно 50, то ровно 50 ты не даешь. А здесь как-то это для меня поначалу даже, вот я на эту систему реально уже перестроился, то есть. С американскими доходами легко в Украине? Ну, кажется, все дешево? Смотря что, на самом деле тут ситуация такова. То есть мне кажется, вот если возьмем, например, продукты, если мы говорим про, там, связь, коммунальные услуги, жилье, то здесь, конечно, с этим намного дешевле. Если говорить за еду... Но нет ощущения, что бесплатно? Нет, нет, ощущения бесплатно нет абсолютно. То есть даже по затратам, я здесь скажу так, и не намного меньше трачу. Параметры, вот во сколько здесь раз дешевле? Коммунал, там, связь? Ну, вот, например, связь намного дешевле. То есть связь здесь ощущение, что бесплатная, потому что если в Штатах я плачу за нее, ну, то есть разница в 20 раз. То есть сколько я плачу здесь в гривне, сколько там плачу я за нее в долларах. По еде тут вопрос. Я бы сказал, что примерно они в одинаковой цене, потому что, то есть, если мы идем в какой-то такой пролетарский супермаркет, и там хотим купить себе мясо, то оно, естественно, будет... А, то, б. То есть оно, естественно, будет намного дешевле, чем американский вариант. Ну, и, соответственно, качество будет, оно просто даже несравнимое. То есть несравниваемое. То есть это просто какой-то, я не знаю, кусочек синего какого-то вещества. То есть то, что продается здесь. Если же мы пойдем, я не знаю, как они в Киеве называются, какие-то модные супермаркеты. Для сельпо. Для сельпо, например. То цены там на мясо... Такие же, какие-то там мясо в обычном супермаркете, которое, в принципе, прекрасно съедобное. Поэтому по еде... Рестораны. Я бы сказал, что рестораны здесь дешевле. Думаю, дешевле раза в четыре. То есть все, что связано в Штатах с сервисом, оно намного дороже. То есть вот что здесь кажется бесплатным, это вот какой-то сервис. Например, там, ну, что угодно. Вулканизация, массаж. То есть оплата тренера, например. То есть я пришел... Сколько массаж стоит у тебя там? Ну, скажем, 100 долларов. Здесь за десятку можно отмассировать. Ну, здесь за 20 долларов. В долларах, в долларах, да? Да, да, да. Ну, здесь можно за 100 гривен отмассироваться, или за 200 там. Ну, это, конечно, такое... Так же самое. Это 100, это там не какой-то там супер... Это гладильник. Да, это просто, да, пришел кто-то, я потом помял, реально. Образование, школа, дети. Вот как ты это чувствуешь там? Вот почему, возможно, я нормально отношусь к тому, чтобы как-то более ориентироваться на то, чтобы остаться там. Потому что, ну, детям нравится. То есть у меня старший полностью там уже ассимилировался, адаптировался. А младший, они даже не знают, что они вообще... Ну, младший там... Что они перелегали. Да, да, ну, дочка переехала 8 месяцев, а младший вообще там родился. Поэтому, как бы, они там входят, дочка в садик ходит. То есть сын в школу, у них там свои друзья уже, свое движение. То есть, ну, да, здесь им, конечно, нравится, потому что, в особенности сыну, он там с бабушкой, с дедушкой, сто процентов внимания ему, потому что там школа, там напряг, там я еще что-то напряг. То есть двое детей, жена не справляется, там сразу на него какие-то обязанности падают, ему уже 10-й год. Вот, а здесь полная свобода, полный кайф, поэтому детям нравится и там, и здесь. А дома говорите на русском? Да, ну, супруга моя по-английски слабо очень разговаривает, уже начинает много понимать. То есть, если раньше можно было с кем-то поговорить, что-нибудь, что не надо слышать на английском рядом с ней, то есть сейчас уже такой вариант не прокатывает. А что я не могу слышать? Ну, образно, я не знаю, что-нибудь. Почему Калифорния? Изначально я не понимал, почему Калифорния. Я поехал, куда Вася поехал, туда и я поехал. Ну, Калифорния, так Калифорния. А сейчас я понимаю, что реально, ну, наверное, в Штатах это лучшее место. Во-первых, погодные условия, то есть климатические, то есть вообще высшие. То есть не жарко, не холодно и круглый год одинаково. Ночью прохладно, днем солнце. Да, ну вот разница только та зимой, что ночью прохладней. А днем, по сути, солнце, и оно, что зимой, что летом одинаково. А не угнетает вот этот вот индустриальный масштаб, восьмеполосный трафик, вот куда нельзя? Так вот то и дело, что там, где я живу, этого нету. Почему мне и нравится Окснард? Окснард, там Вася рядом, у него там вообще классно, Камарилла, такие маленькие городки. Чем штат отличается? У нас, как бы, ну, я не знаю, Киев может, конечно, пошире и побольше, но вот Харьков, вот центр, живет все нормально. Людишки, видимо, что деньги зарабатывают, на хороших машинах ездят, все такое, все ровно и красиво. Отъехал чуть-чуть дальше, даже не надо за город выезжать. Жопа, просто. А в Штатах такого нету. В Штатах, мне кажется, даже как-то периферия поинтереснее живет, чем вот, например, в центре, там в ЛА, там грязно, там есть больше бомжей. У нас я и бомжей не видел особо. То есть все чистенько, дороги ровные. То есть там, если где-то, они все равно, они не идеальны. Особенно в Нью-Йорке даже, я смотрел. То есть они проводят ямочный ремонт. То есть едешь, понятно, там таких не может быть ям, что ты можешь где-то там... В Кировоградской области. Да, да, да. Разбранжируются колесы. Или в Полтаве, например, тоже. Да, такого там нету. Но все равно, то есть ямочный ремонт они проводят. А у нас, ну, дороги идеальные. То есть спокойно, трафика нету. То есть я добираюсь до зала... Это может быть тегом. Дороги идеальные. В Украине дороги идеальные. В Украине вообще прекрасные, да. Особенно в Полтаве. Закончили мы... Тренировался второй раз. Силовая, жимы. В кроссфит. Два часа, насколько я понимаю. Ну, где-то так, два часа. Обедать пошел. Покушал, да. И лег спать. Ну, хотелось бы. Но я почему-то в последнее время перестал спать. Я начинал... Я как-то... Я рано встаю, например. То есть я... У меня, чтобы выспаться, мне надо рано лечь. То есть я могу прекрасно заснуть в 9 вечера. То есть, ну, я не могу встать позже, там, скажем, да, 7 и полвосьмого. Ну, никак вообще. Я встаю в 7. Вот у меня будильник. Просто не извините, просто мне можно его не ставить. Я в 7, я уже точно встану. Хотя, кстати, вот сюда я прилетел, и это как-то... Лайфхак от Сани Гвоздик. Ложитесь в 9, просыпайтесь без будильника. А что пообедал, не ложишься спать в последнее время. Тусуешь, занимаешься детьми. В основном, тут уже как бы есть свободное время, там, пару часов. То есть это... Да что угодно, я не знаю. Бывает, забираю. То есть, например, вот сын заканчивает школу в 2.20. То есть я могу поехать его прекрасно забрать. Все зависит от того, где у меня, ну, локация моей тренировки. То есть если она рядом со школой, то есть это вот... И когда я хожу в бассейн, там же и фитнес, он находится рядом со школой. Но мне как бы не трудно. То есть я в 2 закончил, доехал до школы, там, ну, там про доехать 5 минут. Могу выйти, там, что-то выпить все купить, там. Не спиртного, конечно. Я понял. А спиртного вообще не бьешь? Нет, я не пью не потому, что там я на режиме, мне просто не нравится. Я был в Калифорнии, неделю назад вернулся, снимал про каннабиес. Сюжет. И, собственно, не сюжет, а это будет документальный фильм о легализации. Доводилось ли каким-то образом сталкиваться с этим вопросом в Калифорнии? Как ты к этому относишься? Не сталкиваться с этим в Калифорнии невозможно. Потому что, ну, столько, сколько у нас людей выпивает, столько там людей курит. И, ну, хорошо ли это, плохо? Да, я думаю, должен каждый себе сам определить. То, что это не нужно популяризировать среди молодежи, либо как это делать, это однозначно. То, что это плохо... Вопрос. Запрещать или разрешить и смотреть? Твоя позиция. Ты с оглядкой на то, что ты к этому не имеешь отношения? Ну, мне сложно... И ты видел там, как это происходит? Нет, мне сложно об этом говорить. Вот, мне кажется, тот вариант, какой он был в Калифорнии, то есть, чтобы это было доступно по медицинскому разрешению, потому что некоторым людям это нужно. Но, опять же, даже в Калифорнии никто не делает все эти разрешения для того, чтобы этим пользовались люди больные. Все это делают для того, чтобы люди, которым просто это хочется, могли еще дополнительно платить деньги за разрешение и спокойно себе это приобретать без всяких проблем. То есть, сейчас это легально, сейчас вообще можно пойти в магазин и купить. То есть, с другой стороны, как бы я считаю, что алкоголь – это гораздо большее зло, нежели это. И поэтому, если мы уже так боремся с этим, так давайте, в первую очередь, бороться с алкоголем, который на каждой рекламах и на каждых вывесках висит. Что то, что то зло, я считаю. И по возможности надо это все ограничивать, либо делать какую-то компанию, я не знаю. Хотя, с другой стороны, вот я смотрел, умные люди говорят, как бороться с наркотиками – это сделать их легальными. Потому что, ну, когда теряется, наверное, чувство вот этой… Запретного плода. Да, запретного плода, теряется к этому интерес. Может, это и правильно. То есть, не знаю. Мне сложно ответить, я не провожу никакие наблюдения по этому вопросу. Как тебе, Кернис, балует внимание? Меня? Да не особо. Ну, ты вот после пояса, я видел новость, там, приехал. Ну, я зашел, пообщался, он как бы в свое время мне помогал. То есть, у меня с ним отличное отношение, то есть, я как бы нахожусь с ним на связи, даже там, ну, не тесно, но поздравляю с праздниками, то есть. С днем рождения поздравляешь. Конечно. Был ли переезд в Л.А., не в Л.А., а в Калифорнию, да, влиянием Васи? Нет, абсолютно нет. Влиянием Васи был переход профессионала. Как это происходило? Я вообще не понимал, то есть, что я перейду профессионал. Я как бы такой вариант, даже если Вася говорит, он об этом мечтал там с детства, то у меня, в принципе, таких мечт не было. То есть, я приехал с Олимпиады и думаю, что дальше? Еще цикл. Ну, не знаю, может быть, ВСБ. О, ну, ВСБ интересно, там же все-таки деньги уже начали платить. Пополучал деньги за бои. Ну, сразу это понравилось, как бы, что-то не бесплатно. Ты говоришь о том, что Вася, это хай-левел, вот по манере ведения боя. Да. Не было у тебя попыток или желания там с его отцом работать как с тренером? Если мы эту тему разговаривали, он прекрасно мне, ну, объяснил ситуацию. Например, у меня бой в Штатах, у Вася бой в Украине в одно время. Если ты тренер, то на тебя вложится определенная ответственность на то, чтобы твой спортсмен боксировал как положено. И он этого не хочет. Ну, и правильно, в принципе. А что поменялось в отношении тебя в Украине? Как тебя воспринимают, кроме того, чтобы в Харькове чаще стали узнавать? Да особо ничего не поменялось. Ну, узнавать стали больше. Все. Сколько ты хочешь зарабатывать? Зарабатывать? Триллион. Ну, хочется. Ну, что ты с ним будешь делать? Не знаю. Извини. Триллион. Триллион никто не зарабатывает. Не знаю, ну, а там не хочется. Ну, не знаю, что мне с ним делать. Глупый вопрос ты хочешь сказать? Нет, ну, хочется зарабатывать много. Чтобы не обращать внимание на деньги. Да. Да. Хотя, на самом деле, наверное, мне не столько хочется их тратить, сколько зарабатывать. Чтобы был какой-то надежный запас. То есть ты себя чувствуешь комфортно. То есть мне не нужны там яхты, пароходы. Ну, мне важно, чтобы какой-то тот минимум, который мне нужен, я мог себе позволить без проблем. Одно дело. Если бы сейчас вот перенести, вот как-то удовлетворить, то что бы ты сделал? Беверли-Хиллз переехал там. Что бы ты сделал? Ну, нет. Беверли-Хиллз нет, наверное, куда-то... Ну, мне нравится в Калифорнии, например, там, где потише. Куда-то может туда, в Нью-Барри парк, чтобы там было... Не шумно. Я не люблю, когда много народу, когда большие скопления. Я бы не хотел жить, например, в таких городах, как Нью-Йорк. Ну, или даже Лос-Анджелес. Где-то поспокойнее. Сколько ты себя отвел в спорте? Ну, это сложно. Пока мне это нравится, пока я не думаю. Ну, ну... Ну, то есть будешь работать, пока будут возможности силы. Да, пока будут здоровья позволять, наверное. То есть вряд ли мне это возьмет, завтра и надоест. Как ты относишься к боксерским долгожителям, там, Холифилд? С огромным уважением. Думаю, что эти ребята... Да, красавцы, ну, реально. То есть находиться в таких кондициях и в таком возрасте, ну... Ну, Хопкинс – это вообще какой-то инопланетянин, реально. То есть здорово. Чем бы ты хотел заниматься после того, как закончил спорт? Медицина... Чем-то прибыльным. Чтобы обеспечить себе и моей семье те условия, какие я себя вижу, которые мне видятся комфортными. Ну, ты знаешь историю Тайсона, что он практически после окончания обанкротился? Да. Ну, сейчас, кстати, он возвращается на позиции. Он снова заработал миллионы. Фермы с подовым именем. Ну, если это работает, я за него очень рад. Что ты думаешь по поводу дисквала российской сборной? Ну, я думаю, что здесь как бы истинно посредине. Естественно, та причина, которая выдвинута, ну, это смешно. Ну, как он мелдронат. Но я его съел ведро. И любой, кто был в сборных постсоветского пространства, все его прекрасно принимали. И он не дает, по сути, никакого эффекта. Просто это то, за что можно придраться. Что выходит долго. Что вымывается долго. И что, по сути, никто, я думаю, не пытается вымывать. То есть это отлично было. Я говорю о расследовании, которое сделали по поводу... Да, это я одну сторону рассказал. Но при этом я уверен, что тут же идет тоже такая скрытая война в этом плане. Естественно, я уверен, что русские атлеты, да не только русские, но куча атлета, кто употребляет допинг. И просто они нашли причину. То есть если они не могут их поймать на том, действительно, что они принимают. Ну, ловят на этом. Ну, при этом же они же его употребляют так же самое, если еще не больше, я имею в виду, американцев, которые... Я вообще не верю в существование какой-то такой честной вот этой все ВАДовской системы. Потому что, ну, кого надо, того не ловят. Кого надо, того не ловят. Ты как-то сказал, что было время, когда ты не знал, будешь ли ты боксом заниматься, или ты будешь учиться. Вот история поступления в пид-институт и в юрфак. Ну, это 2007 год. Моя супруга забеременела. Это уже конец 2007. Даже, получается, начало, да, где-то... Ну, это зима. Вот эти 20 лет? Да. А что ты рано женился так? Я женился, на самом деле, именно расписался. Потому что надо было... Четыре года назад, потому что ей надо было... Нам надо было ехать, открывать и визу. Перед тем, как мы в штаты полетели. У меня-то первая была. Вот. А так и нам было, по-моему, комфортно. Нет. Ну, на самом деле, забеременела... Ну, моя жена, я с ней еще со школы. Вот. И на момент того, как она забеременела, мы уже сколько... Больше трех лет были вместе. Я, в принципе, понимал, что если я хочу детей, то от этого человека. Ну, а оно получилось. Естественно, так мы первого ребенка не планировали. Ну, получилось. И, ну, и хорошо. Конечно. Ну, 20 лет, как раньше. Раньше отстрелялся. Раньше сел, раньше вышел. Кто тебе лучше заходил? Мухаммед Али или Иктаз? Заходил лучше... Ну, Мухаммед Али я только начал. Я прочитал, по сути, вот я начал его читать. Здесь я не притрагивался к нему. Я здесь уже три недели, вот уже четвертая. По сути, можно сказать, это все это время я не читаю. Так вот я только начал его, я прочитал, может, страниц, я не знаю, на 50, и мы улетели. Поначалу, конечно, с Тайсоном история поинтереснее, потому что у него вся вот эта вот... Во-первых, это сюда уже ближе, это новее. Свежее, да? Да, свежее. И там больше такой какой-то... Она какая-то более гангстерская такая. То есть, ну, мне она понравилась. Ну, я думаю, что в итоге понравится больше. Мухаммед Али все равно у них, помимо того, что... Ну, какая он лично сам был, все равно это все вот... Это как снежный ком. Вот он сделал, ну, он, я не знаю, там, подпрыгнул на полметра. Тот сказал тому, что на 60 сантиметров в итоге, через год уже все знают, что он прыгнул на 3 метра. Ну, образно говоря. То есть, так же самое и с ним в этой истории. Он был выдающийся спортсмен, выдающаяся личность. Ну, вот он попал тогда в свое время, когда это надо было. То есть, вот весь этот пазл сложился и все вот так получилось. Получился такой вот... Да, Мухаммед Али, который, по сути, какие-то делал значимые моменты в истории. Ну, ты знаешь, я вот смотрел твои бои и как это все происходило после бою. Ты такой, знаешь, скромный, такой славянский парик с голубыми большими глазами. И я не играю, я такой есть. Да, да, я понимаю, я понимаю. А здесь надо включиться на шоу-мэн. Сто процентов. Я, конечно, не сторонник, там, позиции, там, мой везер, мне не очень нравится, как он себя ведет. Ну, вот, с Васей, Вася, Мася молодец. Вася сейчас в эту тему, да, конечно, у него же есть там люди, которые занимаются, которые подсказывают. И в этом плане, я думаю, сейчас делает успехи. Ну, что ты смотришь в видео? Вообще ничего не смотрю, ничто меня не цепляет, вообще ничего не смотрю. Я читаю книжки, я вообще реально монах. Ну, реально, вот так вот, если, ну, как современный человек на меня посмотрит, монах и динозавр. Яскер. Ну, наверное, так и есть. Телевизор есть? Нет, ну, как он есть, но он не смотрится. То есть его смотрят дети, смотрят мультики. А такой еще вопрос. А что ты думаешь, что должно произойти в Украине, чтобы ты захотел второй дом иметь в Украине? Живешь ты в Штатах или в Украине, мне кажется, не так важно. Просто на более важно, как ты живешь. Если у тебя есть финансы, то и в Украине неплохо, на самом деле. Очень даже неплохо. Есть прекрасная масса отличных мест. И так же самое, если у тебя нет денег, то и в Штатах делать нечего, ну, реально. В Украине без денег легче прожить, чем... Да, мне вот, кстати, да, потому что ты, как бы, на фоне толпы не сильно выделяешься. Что тебе в Америке явно не нравится? Вот так вот прямо у тебя, вот, вот ты каждый раз об этом думаешь, и тебя это внутри переворачивает. Да сложно. Кроме садовников, конечно. Сложно сказать. Которые не говорят вам вид. Не знаю даже. Такого, наверное, что-то мне очень сильно раздражало. Мне очень не нравятся какие-то невоспитанные, наглые, глупые люди. Которые, при этом, они же, как обычно, думают, что они самые умные и самые важные. И когда, ну, какое-то чучело начинает, ну, где-то наглеть, где-то порзеть, мне вот это очень не нравится. И это касается не то, что Штатова в целом. А конкретно Штаты, ну, я не знаю, наверное, таких чучел у нас в Украине даже побольше будет, чем в Штатах. Там, конечно, люди более, мне кажется, воспитанные. А так сказать, что конкретно это бы относилось к Штатам. Чересчур они там на расслабоне. То есть тебе что-то реально срочно надо. Ты позвонил одному. Он говорит, позвони другому. Он позвонил третьему. Оставил им голосовое сообщение. Тот перезвонил через неделю. Ну, вот, примерно так все происходит. Все идет не спеша, размеренно. То есть у нас, по сути, если человек хочет сделать какое-то дело, ну, он просто набрал тому, пятому, третьему, десятому, все состыковалось, все дело, все произошло. То есть заняло два часа. Там, в Америке, такая комбинация будет занимать две недели. Все нужно ждать. То есть ты должен, все там должно быть размеренно, четко, правильно, по протоколу. Вот это, конечно, ну, хотя там не все так, но вот это, наверное... Медлительность, такая системность во всех процессах, да? Да, наверное, да. То есть врачи, то есть... Документы, виза... Да, да. Все, все должно быть по протоколу. Боксерский вопрос. Было ли у тебя такое, что ты выходишь на ринг и понимаешь, что ты проигрываешь? И что ты думал? Ну, я же проигрывал бои. Ну, в профи, слава богу, нет. А так, ну, конечно. Ну, вот именно в процессе боя. Я, на самом деле, ну, когда помладше был, я тут, по сути, более-менее, ну, хорошо начал боксировать по мужикам, там такие чувства частенько возникали. А если постарше уже... Да ну, что, ну, начинаешь думать, блин, ну, что же сделать? Ну, бывают такие варианты, когда, я не знаю, ищешь какие-то варианты. Как изменить картинку? Да, да, думаю, блин, я внизу. Ну, и даже там же в любителях был же счет всегда. Тебе говорят счет. Там, блин, снизу, снизу, что накатить, там, да, бам. Там где-то просил, блин, опять еще, наверное, сейчас уже больше улетаю, что-то делать надо. Ну, какой-то поиск решений каких-то, я не знаю. Ну, а если панически, вот, не получается? Ну, такой же, паника мне никогда не одолевала в боях. То есть, ну, проигрываю, пытаюсь что-то сделать, пытаюсь. Вот, я, например, сейчас вспоминаю, вот бой такой, уже самый крайний такой, наверное, это вот с Мехонсовым на мире, когда за медаль. То есть, потому что на Олимпиаде, то я, ну, не чувствую, там, себя проигравшим. Ну, как бы. Ну, посчитали. Да, не, ну, хотя, хотя, ну, то же самое были, блин, ну, вроде бам-бам, вроде раз попал. Хорошо, вроде кажется, ну, кажется, должно хватить, должно хватить. Давай что-то еще, вроде как должно хватить. Нормально, ну, надо еще попытаться, надо еще, 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 ну, вот в итоге не еще. А с Мехонсовым, когда я уже там, в каком-то во втором раунде, я почувствовал, что я, ну, оторвался, улетел. Ну, уже думаешь, блин, надо подловить, может попасть как-то. Ну, паники никогда не было. То есть это стремление, ну, вернуть назад. Отыграть. Да, отыграть и, наверное, это все. Видишь, с Роменом Майами даже не романит. Ну, я тренируюсь на простом друг другу. Здесь есть все майнеры, которые сегодня на Линкарке. Сыр дам, попробую. У нас ферма, здесь прям. Это натуральный, да? Ну, конечно. Такого в Америке нет. Да? Казин. На пробу тебе даю два варианта. Раз. Ну, это ты реально триатлонист. У тебя лошадиное здоровье. Ну, да. Пойдем. Это вы меня реально сюда прислали с меня посмеяться. Ну, вот мои медали, например, да? Это все Аромена Марафон. Елки-пасы. Это все Аромена Марафона. Понял. Любая, любая. Любую достаю. Бостон, 2013, взрыв. Мы вдвоем закончили. Я понял. До взрыва. Все понятно. Короче. Так, может, тогда будет, давай, лучше в шахматы играть. Что мне делать-то? Вот, например, я Таруту взял, посадил на велосипед, и мы поехали. Ну, Тарута велогонщик, он в молодости занимался. Он федерацию финансировал, команду финансировал. Ну, когда он сел, я ему спрашиваю, когда вы последний раз сидели на велосипеде? Он говорит, два года назад. И мы проехали 50 километров в болтовне. Что ты, 50 километров? Ему там 60 лет. Ну, не, ну, мы уже ешь? Ну, вообще нет. Ну, все натурал. Ну, раз натурал, так что бы, я сейчас все ем, по сути. Ряженки в Америке нет? Нету, в принципе. Творога вообще нет нормального. Он какой-то здесь зернистый, соленый такой. А, пойдем я тебе еще детей покажу. У меня здесь как раз хорошая фотография, ты как многодетный отец поймешь. Мне когда-то Валя сделала подарок и всех детей сделала вновь. Это было два года назад и в юном возрасте. Витка родил 18 лет. Остап американец. Какой был, какой сейчас. Ну, сейчас он еще погрузее будет. Это столько детей этих. Да, это Соломия. Это Михас. Это Мирослава. Ну, это я в соответственном возрасте. Кто больше всего похож на меня? Наверное, старшая. Старшая? Ну, мне тоже кажется, что старшая. Не знаю даже. Это еще жена была. Вот она. Она себя, знаешь, как Тарантино маленьким. На телевидении не участвует нигде? Да, участвует. На присях работают. Да. Я реально не смотрю телевизор. Не потому, что там я там. О, там что. Я реально. У меня знакомое лицо. Я не знаю, где я видел. На телевизоре видел. Она раньше на М1 работала. А в последнее время на присях. Ну, как последние два года. Красиво. Ого. Ну, это вкусный, хороший творог. Или творог. А это я вообще не знаю, что это такое. Может, там понюхать, еще что-то сделать. Ну, он не козий. Мне так кажется. Не знаю, что это такое. Вот это что-то необычное. Вот это для меня обычное. Хороший. Это козий. Это козий, да? Да, да. Ну, значит, я лошара. Не определенный. Не-не, просто бытует заблуждение, что козий творог там пахнет или еще что-то. Ну, это заблуждение. Саня интересный тип. Усатый? Да. Мне нравится. У него такая харизма, наглость такая природная. Позиция. У меня такая позиция. Мне нравится. Пошли нахер. Агрессивно. Конечно, Агасиев, мощный соперник. Я смотрел этого ИТУ много. Реально Саня может его разобрать как лоха. Я точно-то знаю. Конечно. Я верю, что это сейчас случится. Мне кажется, Саня сейчас у него поменял. Вот у него было какое-то, может, это звездная болезнь. Но хотя я так не ощущал. Если поддерживаю общение, он фунт. Может, это на фоне остальных там. Ну, он вообще абсолютно нормально со мной сюда общался. Я не знаю. Ну, вот его манера в день обоя изменилась после него. Может быть, это влияет то, что многие начали там, типа, то что ты убегаешь, там, нет яиц, надо порубиться, туда-сюда, показал, что он может, что он. У меня ощущение. Но не будет он сейчас с ним рубиться. Обдерет он его и все. Я не знаю, но мне кажется, что надо каждый раунд начинать как первый. Ну, то есть, вот отбрасывать все, что было до, все, что будет после, ничего не считать. Иметь четкую тактику и план действий на бой. И вот работать вот по плану. И причем иметь план Б, как ты говоришь, план С, если там что-то не пошло. Я вот, кстати, для меня, я не совсем понимаю, как с плана А переключиться на план Б. Ну, вот если ты в бою и ты в азарте. Ну, переключиться, то это не сложно. А вот когда понять, что нужно переключаться, вот это сложнее, это должен тренер видеть. Подсказать на переходе? Ну, конечно, что сказать, что вот ситуация, оно не всегда со стороны видно. Вот то же самое, как я за этот бой говорил. Вот я смотрел свои спарения, я даже с ним, ну, сложно это, вот когда вот, вот как я просчитался в этот раз, ну, с этим боем, с протоками назад, то есть я же записываю свои все спарения, я их смотрел, и мне не нравились. После боя, когда я уже понял, какие были ошибки, я их смотрю, и это просто другие спарения, как будто бы. То есть я думаю, просто что это? Как так могло быть? Как это можно было не видеть? То есть проблема была тогда еще. А ты, спасибо. Ты типа вышел выигрывать, и поэтому вот такая ситуация произошла. Не, я всегда, по сути, выхожу выигрывать. Я по нему, наверное, но может быть ты ждал легкого? Да, я ждал, опять же, ну, как я рассказывал на пресс-конференции, то есть что я понимал, что думаю, ну, блин, ну, что на него готовится, ну, покойник реально. Вот Стивенсон, вот это будет, там уже будет, ну, серьезная реально проблема. И надо сейчас физо поднять, там, то, то, там. У меня, кстати, знакомый тоже айронменом занимается, но он... Я все знаю. Дэнни Гарсия, ну, он, он инвалид на колясках. И сейчас готовится... Ну, это вообще крутейшие чуваки. Вообще, он говорит, я же на одних руках, говорит, вы у вас там выплывете, там бежите, там ноги, там то, а я говорю, у меня то одни руки. Я сам шахматы последний раз играл. Ну, все нравится, ребята, то я и не играл ни разу, то я последний раз играл. Сейчас ты раз-раз-раз. Так, шахматы, сейчас я схвачу поражение и здесь, и там. Да ну, что ты... Ну, ладно. Это, я так понимаю, черные, это белые? Нет, да, нет, тогда надо переворачивать. Это Белинюк не умеет бегать. И то я его потроллил, говорю, ты бежишь, как Юлия Владимировна Тимошенко. Ребен Владимировна, бежит по 6-10. 12 километров пробеживаю со мной. Я заставил Юлию дыраться. Я что-то такого помню, показывали там. Так это я пробеживаю. Дорогие друзья, я действительно вранься бегаю по 10 километров. 10 километров. Ну, Юлия Владимировна, конечно, не подкачала. Десяточка, каждый день. Хочу я посмотреть на это. Даже пульс померять. Все, идет трансляция, да? Вот, Юлия Владимировна Тимошенко. Ну, я поехал в Межигорье. Сейчас подходим к бассейну Януковича. Каждый день плаваю в бассейне. А сколько плаваете? До 5 километров. 8, 9, 10, 11 метров. 454 бассейна. Слабо каждый день. Ты представляешь, что такое 468 бассейна? Ну, это просто сколько, по 25? 11 метров. Один по 11. Нормально. Десятка. У нас же не говорилось, что он пятерку плавает. Ну, я просто разделил, получилось 486. Ну, Юльке Ясене. Сто процентов. И она сейчас, наверное, будет президентом. Знаешь, там же еще выходят на арену две темных лошадки. Зеленский и Вокорчук. А, вот так даже. Если кто-то из них войдет во второй тур, кто-то из них войдет во второй тур, то он антирейтинговый играет у любого из кандидатов. Ну, может быть, только садового не выйдет. Хотя, я думаю, что садовой как-то договорился. С этой всей историей с мусором. В межсезоне, еб***. Так вот, я умру. Я сейчас думаю, как бы добежать. Тебе главное научиться плавать. Вот это самое страшное. Ну, в Америке дорого. В Киеве я за месяц тебя научу плавать. Нет, я думаю, это невозможно. Мажем? Даже если ты вот вообще не способный, вот вообще-вообще. Я тебе скажу, что я решил триатлонить после того, как я Мэйер закончил. И я не умер по-моему вообще. Позвести метров больше не помню. Кровь. А через три месяца в Таиланде вышел из Уду на половинке 30 минут. Это сколько там? Это километр 900. А, да, да. А темп минута 47-100 метров. Ну, вело, например, мне было тяжелее. То есть там вело гористы. Просто крепко гористы. Я на велосипеде проезжал 200 километров. За один раз? Да. Так ты красавчик. Ну, занял у меня это 7 часов. Ну, смотри, в Iron Man 180 в полную. И... Ну, не про женского часа. За два часа? Быстрые результаты начинают. Ты что? Лэнс? Лэнс съехал? Я не знаю просто это так. Со скоростью 45 километров в час. Это Лэнс. Это космос. Это за два часа он половинку видел. А ты без тренировок ты проедешь за три часа. Не 180, извините, 90. А, ну 90 это 30 километров сейчас. Чуть-чуть подбегать, чуть-чуть подъездить. И все тебя будут бояться на риме. Я думаю... Вон Iron Man, ты что здесь сделаешь какую-то татушечку. И будешь на взвешивании показывать. Вот так. Типа... Типа вот так. Вот тебе вещи, что ты меня спрашиваешь. Какой там пульс у тебя тогда. Какой-то два макса. Один 105 процентов профессионалов, боксеров. Вообще не понял, о чем ты говоришь. Слушай, у тебя два образования выше. А ты диосу можешь написать, чувак. Сколько ты тренируешься? Давай пыхнем вместе. Он тебе скажет. Он скажет, да вообще базар нет. Где? А у тебя есть? Кто там у всех есть? Вот тут зашел. Да, ну да. Вася мне сказал, что он... Типа раньше четыре раза в неделю бегал. А потом батя сказал, что типа... Колени побереги. Но... Я считаю, что это полная глупость. Я уже не стал там умничать. Ну, кто я, кто Вася. Знаешь. Но... К коленям это не имеет никакого отношения. Кличко вообще не бежит. Да, ну ему надо. Ты уже знаешь, вот... Убьет сильно. Математика царица наук. А легкая атлетика королева спорта. Ну просто, к сожалению, получается, что с развитием социума вот эти олскульные соревнования, они убивают антиспорт. Ну, плавание. Только недавно с Григоришиным сидели. Он говорит, ну, для того, чтобы досидеть до финала сто вольным, надо две недели сидеть на трибунах. Награждение, вышли, зашли, протерлись, поздравили, сыграли гимны. Ну, это просто капец. Понимаешь? Это самый зрелищный вид. А получается, что... Ну, убивает. Система сама подсчета. Убивает. Зрелищность. Как следствие, ящик не идет. Как следствие, денег нету, рекламодателей нету. Как следствие, спортсмены все сосут. Единственное, кстати, что может являться такой серьезной помехой для выносливости, это сломанный нос. Ну, нос дышит. Ну, понятно, что он дышит. Вопрос, как дышит. И... И... Все равно гипоксия возникает. А ты оперировал, наверное? Нет. Вот у меня кривой. Кривой сломали и все, пиздец. Ну, да, неоднократно. Причем. Причем, когда я первый раз сломали по взрослому, что это реально почувствовал. То есть, я когда пришел, мне говорят, так я уже до этого раза три был в плому. А я, ну как? Ну, не чувствовал. Не, чувствовал, как. Ну, дали в нос. На пух. Походил неделю с пух. Ну, на снарядах стоял, не стоял в парах. И дальше там. Ну, еще даже там юноши там подачи. Валя готовилась к марафону. Ага. Когда же дремя, в прямую. А то есть она тоже, да? И вырубается в такие мероприятия. Ну, у нее сейчас варикозы, она бережется. Но вообще у нее персонал баст 3.15 на марафоне. Как стыдно. Это где-то... Как стыдно с вами. На 20 секунд быстрее, чем вы сейчас бежали. Снег. Так, мне во всех, все тренера рассказывают о том, что у малого такая фактура, что типа мега классный. Ну, идеальный. Пре-спиназный. 7 лет. Такой, как таченый. Он у меня в 4 года на харьковском марафоне пробежал 4.2 километра. Это одна десятая марафона за 25 минут. Плакал ловись. Но я тебе хочу сказать, что мы 50% билетона обогнали. Миха-Су-4, Салми-5. Два шкарапета такие бегут. Конечно, на домашних удобях ясно все. Откуда силы берутся. Ну, а ты малых как в спорте, Аниш? А никак. Беру старшего в зал. Он там страдает херней. Потому что когда я на подготовке, то как бы мне тренером заниматься. Спишь, ешь, тренируешься. Когда подготовка заканчивается, мы сразу куда-то срываемся. И вали. И, залия, я не появляюсь. Вот, собственно, страдает малой от этого. Так подтягиваться заставляю. Знаешь, любой мальчик хочет выигрывать. И психологически вот в это время, если ты подростков не выигрываешь, тебе сложно мотивироваться. Ты понимаешь, ты не понимаешь, чего ты тренируешься. Я не знаю, как у тебя это было. У меня до взрослых вообще выигрывать не получалось. Восемь лет прозанимался с первым разрядом. До восемьнадцати лета. Я по юниорам, по юношам, кадетам, как раньше был. Я дальше города никуда не выезжал. Не, выезжал по раз на Украину. Проигрывал в первом бою. Это было по кадетам. По юниорам, потом даже братья, а потом по взрослому как-то что-то поменялось. У тебя не было соблазна покурить, побухать? Нет. Я был такой позитивный, скромный парень. Больше возможно поиграть в компьютерный игрок. В контроль играл в контроль по чуть-чуть, по чуть-чуть во всех. А как тебе относились в Юракадемии? Каразина. Отлично. За них что-то делал, выступал? Ну, естественно, я же поехал. У меня был после Олимпийских игр выбор либо поехать на чемпионат мира взрослый, либо на чемпионат мира на универсиаду. Ну, естественно, универсиада уровнем пониже будет. Ну, я поехал на универсиаду, они очень просили. Вот, выиграл ее. И они были рады золоту на универсиаде в пять раз больше, чем бронзен Олимпиаде. А куда на сборы ездите? Где? Там? Да. Вообще никуда. Никуда. Только думал. Все делаем. Ну, там, по сути, у нас все есть. То есть надо тебе по горам побегать. Пожалуйста. Все, есть. Надо тебе по песку побегать. Пожалуйста. То есть, по сути, нет такой надобности в плане природных вариантов. Ну, вот так ну, чисто, если отключиться там от семьи. Вася, вот, вначале они как-то протектовали, практиковали. С Агагой? Ездили. Да, да. Там 2000 Биг Бэйр. Ну, вот, а потом якобы от этого отказались. Ну, то есть, тут же тоже. Сейчас, например, вот бюджет позволяет. Да. А поначалу он вообще абсолютно не позволяет. Из того, что я знаю, из тех баз, которые видел, я люблю это. Езжу. Ну, всю жизнь я могу позволить. есть сейчас разряд гостиниц полностью заточенный под спорт. Вот любаз вообще. Любаз. И ринги тоже там есть. Класс. Ну, номер один, в который я попал в свое время, это я подпал Клуб Ла Санта Лансерот. Гостиница, можете себе представить, на 2000 коек 2000 коек. Стадион 400 метров. Это там, где Тенриф. Ну, на Тенрифе велогоны сидят. Там есть хорошие горы. На Лансероте тоже есть горы. Но там самая высокая гора 650 метров. Но если накатать горы надо, то есть, но велогоны вообще. Вот Ланс последний свой Тур-де-Франс тренировался в Сан-Морице. Сан-Морице 1800 метров. Три Олимпиады зимних всю историю заправили. Офигенское место. Вот Ланс вообще крутейший тип. Я книгу прочитал одну. Байки не только? Да, да, да. О спорте не только. Там половина книги, как он с раком борется. То есть, ну, интересный. Мне очень понравился. И, конечно, тип, мне кажется, он крутейший. 7 Тур-де-Франс 7. Да, после чего? После яйцо режут. После жопы вообще. Яйцо, это, думаю, полбеды в этой ситуации. Это еще и фамилия такая Аэромоэновская. Какая? Аэромоэновская. Армстанс. Да, да, да. Не, у тебя. У меня? Гвоздик. Гвоздик. Что, железный? Да. Я год назад вообще не слышал о существовании подобной дисциплины. Потом, не год. Тут я собрал, наверное, два. Потом что-то как-то так бам-бам-бам. В Калифорнии невозможно потом не слышать. Ну, естественно, это все вокруг. У меня был какой-то, ну, велосипед мантенбайк. Ну, какой-то галимый я купил за 100 долларов железный. Ну, так, думаю, кататься просто. И потом смотрю, что куча людишек вот эти вот. Ну, вот это ты мне сегодня рассказал. Вот такие с этими ездят. Те, 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 ну, раздельник. Думаю, ого, что это, интересно. Потом посмотрел, думаю, велосипеды. Почитал там, железный, карбоновый. Туда-сюда купил себе, ну, посмотрел, купил себе блушный велосипед. Тоже карбоновый. Ну, понятно, это другой уровень по сравнению с тем, что просто я туда к пацанам показываю, которые, кроме, ну, ХВЗ, ничего не видели. кажется, ох, классно. Ну, когда я увидел, что вот на чем ты катайся, это я понял, это, ну, но все равно, что знаешь, там, как сегодня там лежали поры по наперчатке рывал, вот кому-то, то в советских еще, показать вам, подумать, крут. Тоже самое здесь. Ну, купил себе этот велосипед. Естественно, мне кажется, мне сказалось, что это просто фантастика. Ну, да, после металлической, вот этой корей, где-то, знаешь, где скорость еще здесь, понимаешь, загнуться. Да, да. Вот я два раза ездил далеко, 170 км в 2. Первый раз, 170 км я когда себе, ну, я в компьютере, маршрут так себе проделал, и там, ты же в Лос-Анджелесе не был, там вот Мальбу и каньон. И я что-то когда-то так не рассчитал, и до каньона доехал. Короче, там есть, нет, я поехал по нему, но там такой он крутой вверх, и так вот, миль 10 тупо вверх. Вот я там, нужно понимать, 170 км из-за этого каньона, я проехал за 6.45, а 200 км проехал потом за 7. Вот на каньоне я просто, блядь, останавливался, каждые 5 минут, и стоял, дышал. Я уже там встал, уже все, что я там не делал. Мне просто стало плохо. Реально. Я, знаешь, как у меня это, как у тебя путешествия, утром встал, и поехал, и поеду. Вот здесь я поехал, думаю, поеду 50. Проехал 50, думаю, да, еще 50. Еще, да. А ехал все в одну сторону. Доехал до Санта-Моники, в Сокснерде. Уже 100. Думаю, ну, блядь не да. Поеду назад. Вот так вот у меня это все происходит. Поэтому, конечно, я не питался правильно. Вопрос в том, что ты, когда работаешь, наверное, на пульсе 130, у тебя же очень обойдет высокая выработка глюкозы. Ты утилизируешь сильно-сильно. То есть, эти низкие пульсы, ну, они сезают. Ты через 2 часа пустой. У тебя даже гликоена в печени нет. Совсем другая работа. И если ты не начинаешь питаться, у тебя бум, гликогеновое голодание. Вообще можно заголодать. У меня такое было, например, длинные тренировки. 120 плюс 21. 120 навел, а потом вылез, сразу кроссовки подел и 21 побежал. Тренировка 5,5 часов. Бегу по лесу, добегаю уже 5 километров осталось. А у меня, бля, галюны. Ну, знаешь, яблоки. Тут идет пара с коляской. Я подбегаю, спрашиваю, может, славка есть? Они такие, как будто бы на них напали в лесу. Они говорят, печенье. Я беру печенье, знаешь, сразу там 4 овсянки так, как удал. Оно у меня пошло. Чай. Ту-ту-ту, кипяток. Сладкий. Раз, отпускает, начинает. Давай ускоримся чуть-чуть. Давай. Последний километр остался. И оп. Ёки-палки. Ты меня переоцениваешь. А сколько мы пробежали? 16, ой, 12. 12 километров? Да. Час. Так разговаривали, я думал, километров 8, на самом деле. А ты знаешь, в гуртуме батька добрый быть. Есть такая поговорка в принципе. Вот в болтовне так оно легче всего заходит. Я так и ни разу не подтяню к чайку-палки. Я с руками подтягиваюсь. За что это? За что это мне сегодня? Готовый триатлет. Ну, хватит. Ты же нормально рассказываешь. Я то, я не то. Не, ну, ёлки, мне же 30 летний. Сколько ты сказал? 46, 45. 45. Это, кстати, большой вопрос. Что ты будешь делать? 45. Вот именно. Вот так я точно не буду делать. Я уверен. Все в твоей голове. Запомни. Знаешь, очень большая проблема, что люди часто себя отправляют на пенсию. Я понял, что какой смысл помимо монетизации. Это что, унижать профессиональных спортсменов? Самореализация насчет унижения. Почти уговорил на Олимпийку. Меня? Да. Что мне еще? Смотри, я тебе дам гидрик, ты попробуешь гидрик и поймешь, что там вообще лоха. Ты лег на воду, это все равно что с колобашкой между нами. Ты просто раз и... Может быть. Это самое сложное для тебя. 40 ты проедешь, главное, не выкручивая сначала. Ну, 40 я как бы представляю, как это ехать. Разложиться, разложиться. Пресс, елки, пах, а это еще зачем? Садишься, раз, ногу сюда, вторую сюда. Ой-ой-ой-ой, ну зачем? Садишься, садишься, садишься. Садишься, садишься. Теперь я буду издеваться. Руки забуду. Погнали. Чипай. Оп-оп-оп-оп. Потом то же самое ты будешь делать со мной. Это была тренировка. Не, ну это пора заканчивать. Чемпионом мира. Назад дороги нет, да? Получается. Ну, конечно. Это был спецвыпуск чемпиона мира по версии WBC. 279,5 килограмм Александром Гвоздиком. Ставьте лайк, пишите комментарии, вопросы. Саня прочитает. Ставьте лайк. Не. На все ответит. На все ответит. Мысли позитивны. На все ответит. А лучший вопрос получит у нас приз перчатки с подписью чемпиона мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова